Итак, мы продолжаем наш выпуск. Семь планет земного типа, и на трёх из них, возможно, есть вода в жидком состоянии, то есть жизнь. На экстренной пресс-конференции НАСА учёные отчитались о новом открытии. Какому именно, расскажет Руслан Слепцов. Все ждали, что расскажут про инопланетян. Ведь пресс-конференцию НАСА анонсировала как экстренную, важную и тщательно скрывала детали. Но буквально за 10 минут до начала на официальном твиттере НАСА появилось сообщение. У нас для вас увлекательные новости из-за пределов Солнечной системы. Спойлер, не пришельцы. Впрочем, открытие, о котором объявили учёные, вряд ли кого-то разочаровало. На орбите, вокруг одиночной звезды Трапест-1 созвездий Водолея, учёные обнаружили семь планет земного типа. Но самое интересное, сразу три из них находятся в так называемой обитаемой зоне. То есть на них может быть вода в жидком состоянии. А это означает, что теоретически там есть жизнь. Звезда Трапест-1 настолько маленькая и слабая. Её масса всего 8% от Солнечной, что на этих планетах нет аномальной жары. Температура комфортная, вполне земная. Открытие совершила команда Микаэля Жиона из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии. Мы сделали колоссальный шаг вперёд. Это открытие поможет нам всем ответить на вопрос, который мучил многих философов на протяжении всей истории. Вопросы, которые в глубине души задаёт каждый из нас. Одиноки ли мы во Вселенной? Все семь экзопланет расположены очень близко друг к другу. В НАСА даже смоделировали такой плакат. Как люди Земли видят Солнце и Луну, жители любой из этих планет видели бы на небе шесть соседних. Кстати, любопытная деталь. Астрономы предполагают, что все эти экзопланеты всё время обращены одной стороной к звезде. То есть на одной половине всегда день, на другой всегда ночь. Открытие было сделано при помощи космического телескопа имени Спитцера, который наблюдает в инфракрасном диапазоне. Это очень хороший инструмент. И вот благодаря его качеству удалось провести достаточно качественное наблюдение этой системы, чтобы обнаружить семь входящих в неё планет и измерить их радиусы и массы. Это очень важная пара параметров, поскольку она позволяет определить плотность планеты. А от плотности уже, в общем, близкая дорога идёт к какому-то общему определению её химического состава. Правда, проверить, есть ли всё-таки жизнь на этих планетах, пока не получится. Не позволяют технологии. Звезда Трапест-1 находится в 40 световых годах от Солнца. Космический корабль, который смог бы туда добраться, потребует и радиационной защиты, и изобретение нового поколения двигателей и топлива. Но это реальная перспектива. В конечном итоге мы хотим выйти за пределы Солнечной системы. Главное не останавливаться. Ведь в своё время телескоп Спитцер оказался чудом. А вот изучить атмосферу планет вполне реально. Причём уже через 5 лет, когда у учёных появятся технологии, которые позволят это сделать. То есть ещё на шаг приблизиться к ответу, есть ли всё-таки жизнь за пределами Земли. Руслан Слепцов, Вести.